Здравствуйте, уважаемые зрители Управда ТВ! В эфире программа «Кухня» и я ее ведущая Виктория Черкова. Они обожают печь калачи и булки с повидлом. Они могут присвоить себе венгерские и австрийские лакомства, выдавая их за свои. И вообще, что бы мы делали без ароматного гуляша и сочного биштекса? Сегодня мы говорим о чешских гастрономических секретах с Денисом Кашиным, бренд-шефом ульяновских заведений. Кстати, мы сейчас находимся в ресторане «Вепривы колена». Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Денис, расскажите, все-таки чешская кухня похожа на русскую? Есть ли что-нибудь общее у них? Ну, есть общее. Это две славянских кухни. В принципе, у них много одинаковых ингредиентов, позиций. Но чехи отличаются специями. У них преобладает паприка, тмин в основном. Ну, и также у них преобладают пенные напитки. Они готовят с пенными напитками, варят, все супы готовят, горячие блюда. Ну, и употребляют их вместе, и закуски делают под них. А все-таки больше мясное, овощное? Больше мясная кухня. Мясная в основном это свинина, говядина. Ну, в принципе, все мясо, которое есть, все преобладает в Чехии. Денис, вы и ваши повара были в Чехии, когда именно открывался заведение, когда вы готовились выявить наш публик? Когда открывал заведение, мы не были в Чехии. К нам приехал человек, который полностью готовил нам чешскую кухню. Он был в Чехии, он работал в чешских ресторанах в Москве. Вот он приехал к нам и готовил, нас учил, показывал. Но недавно у меня шеф-повар, су-шеф и управляющий ездили в Чехию. Что вы там нового узнали в этот раз? Они привезли очень много новых идей, много всего интересного, как по кухне, так и по залу. Обошли много ресторанов, они обошли около 20-30 ресторанов в Чехии. Стажировались у шефа, ходили к шефу, именно чешскому. Привезли много блюд именно Чехии. Мы столько проработали, нам не хватало какого-то нового духа Чехии. Чехия за это время уже поменялась, когда мы открывались. Мы работаем уже больше 8 лет. И новые веяния привезли именно чешские позиции. Какие позиции? Там интересные позиции есть, такие как утопенцы. Это колбасные изделия, которые вымачиваются. Шницель сделали именно чешские, которые они посмотрели в Чехии. Сделали тердельники, это национальный чешский десерт. Там много позиций, можно долго перечислять. Переработали вебрево колено. Сделали его чуть другое. Расскажите, пожалуйста, о вкусовых сочетаниях. Сладко-соленое, что там, острое или кухня? Общая черта гастерномическая? В основном это соленое, ну немного острое. В основном соленое. Соленое и острое. Я думаю так, но это все, я как-то говорил, что это все как бы активным напитком. И поэтому соленое и острое, это все подчеркивает. В основном это колбасы. А сладости на каком месте стоят? Все-таки десерты у вас заказывают или это второстепенно? Десерты вебрево колено, это не второстепенно. У меня большая карта десертов. У меня около 10 десертов в карте. Для пивника это очень странно, но они все идут. В финном ресторане у нас может человек поесть рульку, попить пенные напитки и потом еще сверху заказать десерт. Так и мужчины, так и девушки. А какие текстуры? Больше супов или запеченное мясо у вас? Вот в чешской кухне в этом варианте. Ну у нас мясо есть и запеченное, есть и на гриле, есть и супов у нас тоже позиции 5-6. Я не знаю, но она самобытная кухня, но тоже в чем это самобытная? Каждая кухня самобытная. В чехии вот взяла свое русло, они делают тушение, у них супы гуляши, хотя гуляшей много, это и есть и австрийские, и венгерские гуляши. В чехии тоже есть гуляш, но он другой. Например, в Австрии один гуляш, и в чехии другой. Что чаще всего заказывают? В основном заказывают вебрево колено. Ну вебрево колено в чехии вообще даже на площади Васлова стоят большие мангалы, где крутят вебрево колено целыми днями. В основном суп гуляшевка, ну как тердельники, тердельники на каждом шапу в Чехии. Это основной, прец или колбаса в основном. Ну колбаса, да, ну как бы пенная история, поэтому колбаса тоже там очень сильно преобладает. А что можно заказать, если на диете, например, и не переедаешь? Слушайте, у нас, мы как бы чуть-чуть разграничили, у нас есть костяк чешский, и мы немножко добавили легких салатов. В принципе, что гость разный к нам ходит, у нас много, очень много легких салатов. Так же, как есть и вегетарианские даже салаты, которые мы готовим с печеной свеклой, так же с семгой. У нас большое количество морепродуктов, мы каждые полгода обновляем морепродукты. Очень много позиций, мы, понятно, что у нас костяк чехи, но мы немножко идем и в сторону Европы, у нас есть европейская. Как себя вести, что готовить, что подавать людям, чтобы оставаться на плаву и чтобы они не потеряли интерес? Что вы делаете с вашей командой? Ну, у нас, у нас каждые три месяца мы проводим, мы делаем сезонные страницы, мы обновляем меню, бьем сезонность, смотрим, мониторим рынок. Мы постоянно учимся, постоянно ездим в Москву, постоянно мониторим другие рестораны, просматриваем. Катаемся в основном не местные, не ульяновские, а Москва и другие регионы. Вот, я недавно говорю, в Чехию ездили для того, чтобы как раз обновить меню, обновить страницу. В будущем, я думаю, еще поедем в Москву или куда-то, в Питер. А какие вы позиции хотите еще в меню открыть? У вас уже новые салаты появились, есть ли какие-нибудь заделы на будущее? Заделов очень много, в принципе. Я думаю, ну, мы каждую сезонную страничку, мы берем немного Чехии, немного Европы, вот, как бы это все делаем. Ну, со своим апсорством, конечно, добавляем свои нотки, свои нотки, свои специи, свой вкус. Как бы рассчитывая, на 90% нашего гостя, и, в принципе, идем в этом русле. Что гостю нравится, например, если ему нравятся стейки, мы добавляем еще какие-то стейки. Нравится колбасам. Каждый раз у нас колбас было вплоть до 30 видов колбас. У нас есть свой колбасный цех, где мы производим полностью колбасы сами. Их можно вкупать, да? Да, конечно, у нас есть. Вы даже в суровом виде или как? Или уже готовы? Мы уже их держим на пару при 70 градусах 20 минут. И поэтому они уже, как бы, получаются уже вареные. Вот, и поэтому их уже можно прийти домой и обжарить на сковородке и есть. Все. Какими блюдами вы больше всего гордитесь? Ну, в основном колбаса. Колбаса – это вот наша чешская история. Это мы вот придумали, сами доводили, нам помогали люди. Мы их ввели, и вот это наша фишка, я думаю. Недавно еще вот мы поставили, скажем, шкаф вызревания, делаем вызревшие стейки 21 день. Тоже продаем, тоже хорошо зашли, и гость их понял. Делаем сами бустурму, сыровельную утку. Если я захочу что-нибудь подобное приготовить дома, найду в интернете, например, рецепт, или у вас спрошу, где мне брать специи? Можно ли здесь покупать, или прямо надо заказывать где-то специально? Здесь можно заказывать, но здесь специи чуть-чуть другие. Здесь же все равно возят ни с Чехии, ни с Европы. Там более другие, даже по регионам. В Италии одни, один вкус, а в Чехии другой, в России другой, в Узбекистане другой. Но мы стараемся брать оттуда, но если какие-то перебои с поставщиками, или что, берем отсюда, но минимально. А хлебные изделия у вас есть какие-нибудь аутентичные? Да, вы сегодня будете готовить суп гуляшевку, это мы сами делаем хлеб из абдирной муки. Он считается диетическим, да? Он да. Ну, хлеб, наверное, не может быть сильно диетическим, но да. Главное, передать. Да, да, да. Почему вы именно выбрали гуляшевку и виселицу для нашей программы? Это как раз два блюда, которые ребята, ну, и когда приезжал к нам шеф нас обучал, и когда они были в Чехии, это два их как бы исконных, они интересны в подаче, интересны в приготовлении. В принципе, попробуйте по вкусу, и вы поймете, почему я их именно выбрал. Кстати, а почему такое жуткое название – виселица? Это в подаче, но это, я думаю, тоже надо видеть, и вы увидите, когда будете готовить. Гости не боятся? В Чехии много блюда, таких, как утопенцы, например, это маринованные колбаски, виселица, и, в принципе, как бы к этому привыкаешь. Ну, для нас же виселица – виселица, но для гостей, наверное, сначала странновато, но из-за этой странности, мне кажется, иногда они его и берут, потому что интересно, что это именно будет. Денис, я очень хочу узнать, зачем наливать суп прямо в хлеб, и насколько страшна наша виселица из мяса. И поэтому мы переходим к самой вкусной части нашей программы – мастер-классу от шефа. А сейчас шеф-повар Евгений Бендасов научит нас готовить что? Традиционный чашечный гуляш в обдебном хлебе. Сам печете этот хлеб, я знаю, да? Он полезный, диетический, как мне Денис недавно сказал, да? Все верно, он, правда, сказал, что он полезный, диетический, и сам мы его запечем. С чего начинаем? Начнем мы с первого, соответственно, жарить лук со специями. Почему мы жарим лук со специями? Потому что специи при накаливании дают аромат. И вот, пока у нас Вика будет резать мясо, я покажу как, я буду резать овощи. Это у нас что, свинька? Это говядина-вырезка. Это мягкая часть говядины, режем их кубиками средними. Вот так Вика сейчас будет нарезать, а я пока буду нарезать наш лук. Есть много способов приготовления гуляша, но мы возьмем стандартный гуляш. Это с 19 века, гуляш, рецепт 19 века, мы будем делать его на пиве. Можно использовать два пивных напитка, это светлый или темный. Мы возьмем темный, потому что он даст более хлебный вкус. И более бархатный, да? Да. Такой округлый. Темный напиток, пенный, больше употребляет Чехия, чем светлый. Может быть больше к специям подходит, к жирным сортам мяса, да? К говядину больше подходит. Светлый пенный напиток, он больше к свинине подходит. Значит, вот так мы берем телятина. Сколько здесь грамм получается? 240 грамм телятины, 100 грамм лука, масло 50 грамм. Все это мы обжарим. Потом маленько лук мы обжарили, добавляем мы темин. Это в Чехии очень любят тмин и паприку. Нет, зернами. Зернами, да? Там очень любят паприку и тмин. Еще раз повторяюсь, мы тмин добавляем с луком, чтобы тмин дал аромат свой. И когда мы положим мясо в сотейник, мясо пропитает запахом этого тмина и паприки. Затем мы добавляем нашу телятину. Телелочек пошел. Добавляем маленько, чтобы не варить его. Мясо надо жарить, не тушить. На сильном огне. Когда мясо прихватывается, мы его маленько убавляем, и там сок уже будет внутри. Как он нажарится? Чем можно заняться? Мы можем сейчас будем резать картошечку. Как она, кубиками нарезается? Она нарезается так же, как и мясо. А в чем домашних условиях? Вот это блюдо можно сюда твить? Конечно, можно. При запечении хлеба там примируются корочки, и наш суп гуляшевка менее впитывает влагу, и получается как вот это получается съедобный тайонный хлеб. Вот, из-за этого запекается у нас хлеб. Кстати, у вас этот хлеб возвращают когда-нибудь? Или гости целиком все съедают? Здесь по-разному. Люди приходят, они, большинство, если честно говоря, они съедают верхушку и маленько сбоку, и все. Так возвращают они. Вот обзирный хлеб. Мы что делаем? Мы снимаем верхушку. С шляпу? Да, шляпу снимаем. Вот это самостоятельное блюдо на одного человека, на одного гостя. Зачищаем. Мус уже начал тушиться, и аромат божественный. Часто-часто не мешаем. Маленько, пускай приходится сейчас. Потом, после этого, мы добавим туда пенный напиток и маленько выпарим. Пока у нас завжаливается мясо, мы несем в духовочку запекаться. Мы для чего запекаемся? Пытаюсь, чтобы внутри он схватился, был плотно. Ну, чтобы хрустящим, да, чтобы наша жидкость не пошла по всему хлебу. А если, например, такой же суп делать, гуляшку дома, это можно обычный подовый хлеб взять, но его поджарить немножко в духовке. Да, в любой хлеб можно хлеб крестьянский, пастуший, там даже можно взять батон элементарный, будешь так шляпку снять нарезной. Без разницы, какой хлеб. Добавляем пенное. Мешаем? Мешаем. Сейчас маленько мы прибавляем температуру. Сейчас будем выпаривать. При подаче, когда мы все отдадим, вкусовое качество будет маленечко вдалеке горчить, за счет пенного. Добавляем картофель. Чешская кухня, она вообще простая, очень простая кухня. Там нет таких заморочек. Там вот у них любимый гарнир, это капуста, картофель. Все. Так, Жень, смотри, здесь уже все пышет. Все, мы обжариваем. Процесс не должен простаивать. Добавляем водичку. Холодную воду надо добавлять, да? Да. Добавляем водичку. Кстати, я не помню, ты посолила уже? Нет, солим мы в конце. Все блюда солятся в конце. Мы сейчас лишнее все уберем, чтобы нам не мешало. И будем готовиться к нашему второму блюду, который называется «Виселица». Ну, название, конечно, любитель. Ну, название «Виселица», да, странное название, но это же так же, как в «Утопенце». Тоже это как-то. Готичненько. Да, в «Утопенце». Почему «Виселица»? Это за счет вот такого атрибута. Она вешается вот сюда, и получается мясо висит, как виселица. То есть мясо подается в подвешенном состоянии? В подвешенном состоянии, да. Это ведь ручная работа, наверное, полная. Это ручная работа, да. Все делали под заказ, под отпытие. Вот это все ручное. Здесь я заранее сделал пассировку, чтобы затягивать на кукурузном крахмале и на оливковое масло. Да, это будем добавлять в конце, когда мы все приготовим, посолим, поперчим, попробуем на вкус. Это мы затягиваем, чтобы была как гуляш. Самое главное тоже, самое главное, когда заливаешь, надо обязательно помешивать. Если не будешь помешивать, то будет как пленка. Да, да. Солим, перчим. Соль сейчас, да. Перец. Сейчас мы уже подходим, давай готовить, наверное, гарнир на виселицу. Мы берем два вида лука, белый и красный. Возьмем зеленый горошек, свежий мороженый, кукурузу. И кукуруза. Да, и посолить. Это очень легкий гарнир получается. Самый токный. Бобовый, да. Так, лучок вот так нарезаем? Лучок нарезаем, так мы берем, поплавненько всего. Нарезаем. Клубиками. Здесь заранее я тоже в нашей виселице подготовил мясо. Это мясо, это называется диафрагма. Тонкая внешняя. Раньше виселики под диафрагму оставляли себе, потому что она в такой степени насыщена мясом, то, что они даже продажу не отдавали, а оставляли себе. Она белковая сама получается, да, и самая полезная? Получается. Ну, здесь полезно все мясо, мне кажется, говядина. Я его замариновал в томатном фреше, маленько положил туда паприка острая. Соль, пинец, и все. Нет, мы маленько его зачистим, конечно, само собой, потом будем обжаривать. Начнем мы обжарить нашу виселицу по порядку. Что дольше готовится, то мы жарим. Что у нас дольше готовится? Я вижу тут прослой. У нас есть бекон, он быстро готовится. У нас есть куриное филе, также телятина и как раз диафрагма внутренняя. Мы сейчас по-разному будем мариновать мясо. Давайте я попробую. Да, вот это соль, перец, масло вот так сделаем. Это какое масло у нас? Оливковое. Оливковое, оно не до здоровья у меня, а вот прям оливковым пахнет. Оливковое, да. Соль у нас сколько? Пол чайной ложечки, наверное. Кстати, мне очень нравится использовать в готовке крупную соль. Крупную соль я специально для мяса подготовил. Вон она. Сейчас вам подам. Это другая, да? Да, это гималайская соль. Все, теперь мы завучаем наш гуляш. Его немножко отжать? Нет, его перемешать просто, да. А зачем масло у телятина? Чтобы оно посочнее было, да? Масло, до чего мы добавляем масло? Все. При обжарке масло, как обычно, при температуре быстро накаливается и дает нам корку. И да, и сок, который в мясе, он не уходит в сковородку, он не тушится, он жарится. Ну, то есть, как бы карамелью покрывается, а внутри сок остается. Да, да, да. Все верно. Что с курочкой делать? Курицу также добавляем масло, соль и перец также, и добавляем вот эту специю. И что у нас за специи? Размарин. Молотый. Все, маленько сейчас затягиваем. Все, потом выкладываем наш гуляш в хлеб. Какая прелесть! Выглядит так уютно. Это еще, скажу, не то, что уютно, это еще и вкусно. Что может быть лучше мясо в хлебушке? Здесь просто, я еще раз повторяю, здесь много способов приготовления гуляша. Кто-то добавляет болгарский перец. Там также, в Чехии тоже я пробовал с болгарским перцем. Перцем пробовал также с капустой тушеной. Но самый вкусный это традиционный гуляш. Картофель, мясо, лук, больше ничего не надо. А с картошкой лук, соус? Тмин. Настолько все классично. Все, это да. И все, вот так получается гуляш. Очень вкусно. Прекрасно. И просто, главное, абсолютно просто. Вот такой у нас уютный гуляш в хлебушке. Называется у нас как гуляш. Гуляшевка. Да. По рецепту 19 века. Очень здорово. Давайте сразу прикроем все крышечкой, чтобы не остыло. Вот теперь, Женя, нас ждет весельца. Теперь, да, начнем мы с самым главным. Это мясо. Так, кстати, Женя, мы забыли про сало. Бекон. Да. Это бекон, подкопченный бекон. Мы его ничем не будем, он как самостоятельное блюдо, он уже соленый, перченый, потому что мы его уже заранее закоптили. Мы начнем жарить сперва диафрагму, потому что она у нас более плотная, кусочек побольше. Маленечко тебя сейчас в стороночку уберу. Сейчас у нас по полности. Сначала диафрагма. Диафрагма. Потом курица, филе куриное. Потом мы будем жарить нашу говядину. Там мы будем готовить прожарки медиум. Почему медиум? Объясню, потому что когда мы будем вешать, у мяса есть такое средство отдыхать. Пока мы будем вешать, мясо будет постепенно дыхать. И в конце, когда мы будем поливать сливовицы, она дойдет до конца. И там уже крови как бы не будет. Мы сейчас с тобой будем гарнир обжаривать бобы. Сначала у нас, наверное, обжарить лук. Лук как раз. Да, лук, тмин, не забываем. Потому что тмин – это наша специя чашечная. Нет, давай я еще покажу. Лук, чтобы доску не таскать. Сейчас надо, чтобы нагрелось масло. Да, сейчас он нагреется. Потом мы добавляем сюда лук. Кстати, Женя, тебе не кажется, что в некоторых блюдах позиции оливковое масло отвлекает? Почему? Ну, не знаю, иногда лук просто не хочется. Я считаю, что оливковое масло более полезнее, чем такое масло. Из-за этого, мне кажется, что во всех заведениях добавляют чаще оливковое, чем подсолнечное. Так, Сипин, дни нам лук надо без золотистого обжарить? Да, без фанатизма. Без фанатизма, да. Все хорошо. Ложечки я помешаю. Маленькую себе горитку добавляем. И добавляем бабу нашу. Маленькую себе горитку добавляем. Ну, свежемороженый салат? Нет, сапелировали. Вот, пока мы нагреваем мясо. Даня, а сколько чесночного масла надо? Пару столовых ложек. Помешай столько и пару столовых ложек. И все. Хорошо, у нас овощи начали уже потрумяниться. Пока сейчас сторонничку все лишнее уберем. Чеснок? А почему достава добавляют часто чеснок? Когда кушаешь чеснок, вот, допустим, да, вот взять, это тоже не в рекламу сказано, борщ. Взять борщ. Он с чесноком. Есть чеснок и хочется больше есть. Да. Он и сжигатель не будет. Да, и хочется его все больше и больше. Сжигатель не еще перебивая, мне кажется, все готово будет. Да, да, все готово. Говядин готов, включаем плечо. Пусть стоит у нас плита. Стоим маленьким мясом отдохнуть. А ужарим сейчас куриное себя. Так, отдыхает, оно у нас у нас там клеточки, да? Ну да, масло лишнее. Чеснок, масло лишнее все ушло. Так, у нас тут еще медальненчик. Да, у нас, в принципе, можно говядину вместе с курицей, потому что у них, как бы, одинаковое приготовление. Так, у нас что же соус Джек? Здесь у меня 4 соуса. 4 соуса. Это соус Джек Дэнилс. Он готовится, ну, полуэрслабка не буду, давайте, так сказать. Скажу, соевый соус, ананасы, лук, зерно-красный, самое главное, в конце добавляется Джек Дэнилс. Это наш фирменный соус манго-чили. Мы готовим его на основе пюре манго. Добавляем туда чили-перец стучковый. И добавляем туда петчуп. Это соус брусничный. Брусничный. А это у нас что, это дижонская горчичка? Кстати, это клеточка горчичная горчичная. Это дижонская горчичка зерновая. Сливочный соус на основе сливок и домашнего майонеза. Все, пока у нас мясо сейчас доходит, мы сейчас будем охравлять нашу бислицу. Маленько отдаем бекон. Мы его десантливнее вот так. Да, и вот так. Покрустываетесь, да? Да. Все хорошо. Даем нас в отец. Как говорится, делаем маленькую шкваречку с бекона. Кстати, а бекон тоже, наверное, хорошо бы отдохнуть? Бекон сам по себе смысл, смотрите, в чем, чтобы мясо было, мой бекон сверху. И чтобы он наш мясо все, как он жил, прописано. Да, из-за этого мы, он же копченый мясо, чтобы манейки мясо еще копченый. Кстати, коптите вы его сами, да, или он уже готовится? Часто покупаю. У нас есть посовщик, который сам коптит и нам приводит под нас. Но он там не балуется жидким дымом? Нет, у него коптильня своя, да. Своя коптильня, да. Начнем, начнем, оформляем, да, начнем с гарниром и оформлять. Женя, мне, наверное, перчатки надо надеть, да? Да, думаю, не стоит, насаживать не будешь, горячо, обождешься. Ну, давай попробуем. Как тебя не будет мясо насаживать, Женя? Выкладываем гарнир. Почему гарнир сюда? Мясо стекает, и гарнир наш с соком. Еще, да, с соком местным им напитывать. Я в Чехии когда был, искал, искал тоже похожие блюда. Если честно, я вот не нашел. Хотел очень посмотреть, посмотрите, как они делают. Но потом я у шефа узнал, что это очень-очень уже древний рецепт, который сейчас уже в Чехии уже другая, более герметизирована. И она уже как бы уже не делала такие блюда. Но руль, как была она, руль так и останется будет всегда. Рульки и колбаса, да. Так, берем стейк. У нас мясо сырое было. Режем поперек. Маленько у нас вот этот, медиум, маленько. Маленько. Потом филе куриное. Давай я тоже курицу. Не больно, и что-то горячо. Не, не горячо. Насаживаю. У меня есть разновидность кухонной йоги. Я уже не чувствую, когда жар. Это как у нас у поворов. Мы видим, что у нас пальцы уже как у черепах. Не чувствуют ничего. Да. Добавляем. Так, вешаем говядину. Маленько. Берем наш бекон. Бекон есть два. И сверху мы его, чтобы он стекал. Горячо, осторожно. Да, горячо, горячо. Горячо, потому что много масла. Ай-ай, ай, ой. Ну, ничего сложного. Потом мы вешаем. Дай наш соус. Вот это маленько убираем. Соуса не хватает, что ли? Нет, это у нас под... Главная героиня сейчас посетит наш кухонный стол и делает все правильное. Самое сейчас эффектное блюдо... Сливовица. Это вот так вот нам делать. На самом деле, Жень, мне кажется, это блюдо обладает какой-то первобытной энергией. Мясо, огонь, вот это все. Даже несмотря на это зустоватное название, оно какой-то гатизма придает. Ну да. На самом деле, пока я ее не видела, я настороженно относилась. Вот именно к такой подаче, к названию. А мне кажется, наоборот, его подчеркнут. Также наш гость тоже, когда он слышит первый раз это название, как бы или в дальнейшем, начальнее было сказано, он пугается. А когда он все и видит, наблюдает вот эту всю красивую подачу, он в восторге. И очень в восторге есть. Я надеюсь, наши зрители тоже смогут рассмотреть именно со всех сторон вот этот кулинарный, не побоюсь этого слова, шедевр. Сейчас мы с Евгением Бендасовым приготовили виселицу, совсем не страшную, но очень вкусную, и суп-буляшку. И, кстати, хочу вам напомнить, дорогие зрители, ешьте вкусно и с удовольствием. С вами была Виктория Черкова. Всего доброго. Увидимся на кухне. Субтитры создавал DimaTorzok